Привет всем, сегодня будет очень необычное видео, обязательно досмотрите его до конца, будем разбирать торговлю, я вам покажу как работает моя беспроигрышная стратегия, покажу вам это все на реальных примерах. Мне задают люди вопросы, а кто-то еще зарабатывает с помощью этой стратегии. Конечно, мне люди присылают видео и показывают как они зарабатывают. Вот, мне человек прислал видео и я вам сегодня его покажу, как он с помощью мани менеджмента, риск менеджмента и с помощью простого скальпинга смог разогнать депозит с 5 тысяч до 70 тысяч, меньше чем за месяц. Это все реально работает. Ставьте на паузу видео и смотрите по сделкам, как человек пользовался риск менеджментом. Мою концепцию вы знаете, я теперь все вам буду показывать на реальных примерах. Если нету статистики сделок, если нету реальных доказательств, если нету вывода средств, почему вы должны этому верить? Я вас понимаю и теперь я буду показывать все на реальных примерах, на своем примере и на примерах других людей. Перед тем, как мы начнем, я вам хочу показать очень глубокие, можно сказать и забавные видео. Вот смотрите сейчас и вдумайтесь, вдумайтесь в то, что вы увидите. Итак, перед вами кролик и черепаха. Кролик это быстрый заработок, это по 50 сделок за одну торговую сессию. Черепаха это стабильный заработок, это риск менеджмент. Трасса это путь трейдера, а финиш это результат, это стабильный заработок. И теперь давайте посмотрим, что будет происходить. Итак, стартовали два трейдера. Кролик вырывается вперед, разгоняет депозит и сливает. В краткосрочной перспективе, можно сказать, он в плюсе. А черепаха, пользуясь риск менеджментом, потихонечку идет вперед и зарабатывает. Кролик опять что-то пытается делать, пополняет свой счет. Немного его разгоняет и опять сливает. А черепаха уверенно добирается к финишу и стабильно на этом зарабатывает. Вот такой вот, ребята, результат. Это жизнь, ребята. И заметьте, что кролик до финиша не добрался. Если для вас трейдинг это как развлечение, вы можете там увеличивать депозит в 5 раз, там за 1 час. Да, это хорошо, но в качестве развлечения, как быстро вы заработаете, так же быстро вы и потеряете. Это как лотерея, это как, не знаю, пойти в кинотеатр, отдать деньги, посмотреть фильм, получить удовольствие и все, и потерять деньги. Только здесь вы еще можете заработать. Стабильно зарабатывать не получится. Если у вас не будет money management, риск менеджмента и своей одной торговой стратегии, которой вы будете придерживаться на протяжении всего пути, стабильно зарабатывать у вас не получится. Лучше потихонечку и торговать, зарабатывать, выходить в плюс. Многие могут сказать, ну это повезло черепахе, просто кролик, да, здесь какой-то был контуженный. Давайте посмотрим еще одно видео. Опять же, стартуют у нас оба трейдера. Здесь уже только черепаха покрупнее. Кролик вырывается вперед, разгоняет депозит, в краткосрочной перспективе зарабатывает и сливает депозит. Все, остановился. Черепаха уверенно идет к финишу. Вот здесь его пытаются, пытаются вытянуть, да, можно сказать, другие трейдеры своими непонятными стратегиями. Но эти стратегии не работают. Черепаха с помощью риск-менеджмента добирается первой к финишу. А финиш это у нас стабильный заработок. Я здесь показываю все для стабильного заработка. Для развлечения, я не знаю, смотрите другие каналы, да, где ребята там херачат. Миллионы вверх-вниз зарабатывают, сливают. Смотрите. Если вы хотите стабильно зарабатывать, в первую очередь вам нужно контролировать себя. Не рынок, а себя, потому что рынок контролировать невозможно. Вам нужна дисциплина. Вы должны управлять, уметь своими эмоциями. Это самое-самое-самое-самое, блин, важное в трейдинге. Я буду повторять это миллион раз, пока вы не научитесь. Теперь переходим к реальным доказательствам. Смотрите видео Андрея. Всем привет, меня зовут Андрей. В данном видео я бы хотел поделиться с вами своей торговлей. Выполнялся я на 5000 рублей, плюс дали бонус 5000 рублей. Как вы видите все операции. Торговал я 16 числа. Ставил я 1-2% от депозита. Торговля у меня была без единого индикатора. Отмечал только уровни поддержки и сопротивления, и все. Больше двух минусов у меня не было. Все сделки я дробил, чтобы обезопасить себя. В день старался делать только 10% от депозита. Не нужно заигрываться. Вот так можно и весь депозит слить. То есть, если я сделал 10% от депозита, все. Все, я торговлю заканчиваю. Такой вот стратегии у меня получилось 5000. Довести данный счет до 76. Ничего сложного не было. Главное еще это уверенность. Когда вы заключаете сделки, нужно быть уверенным. Если вы не уверены, лучше тогда не торгуйте. Торговлей занимаюсь уже полтора года. Вот как вы видите, в начале я поставил все правила. И по всей торговле я их соблюдал. Видите, все сделки. Вот первая сделка у меня была заключена 16 числа. 10 часов. Как вы видите, все просто. При торговле я ввел свой дневник. То есть, писал время торговли. И сколько плюсов к депозиту. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Итак, давайте подведем итоги. Первое, что было у Андрея. Это money management. 1-2% от депозита на первую сделку. Это очень важно. Money management должен быть всегда. У меня это до 1% от депозита на первую сделку. У Андрея 1-2% от депозита. Да, он пользовался догонами. Он очень рисковал. Потому что, ребята, с 5000 разогнать депозит до 70. Меньше, чем за месяц. Это не знаю, в сколько. 14 раз он увеличил свой депозит. Это очень много. Очень-очень много. Оптимальный результат для бинарных опционов. Это 70-80-100%. То есть, чтобы риски были оптимальными, вам в 2 раза нужно увеличивать свой депозит за месяц. Потому что в 14 раз это реально очень-очень много. Итак, второе. Это своя торговая стратегия. Это скальпинг. Он торговал от уровней поддержки и сопротивления. Уровни поддержки и сопротивления будут работать всегда и везде. Никаких индикаторов не нужно. И третье. Самое-самое важное. Это дисциплина. Это риск менеджмент. Я вам тысячу раз буду повторять, что это самое-самое главное в торговле. Человек делал 3 сигнала за 1 торговую сессию. Это очень важно. И дробил сделки частями, чтобы себя обезопасить. Я делаю 2 сигнала. Человек делал 3. Вы можете делать 5, 6 максимум за 1 торговую сессию. И у него было 2-3 торговых сессии за 1 день. То есть он делает за 1 торговую сессию 3 сигнала и уходит с рынка. Перезагружается. Это самое важное. То, чему я вас учу. Нужно перезагрузиться. Например, 2-3 часа. И потом вы опять приходите на рынок со свежей головой. Вы опять нормально, адекватно можете анализировать. Эмоции над вами не берут вверх. Чтобы стабильно зарабатывать, без риск менеджмента вам не обойтись. 2-3 сигнала за 1 торговую сессию. И делаете 3 торговых сессии в день. Все. Одну, например, утром, одну в обед, одну вечером. Вот и все. И ведете дневник сделок. Я бы советовал делать скрины. Потому что скрины хороши тем, что вы можете посмотреть ситуацию. Вернуться к ней и посмотреть, какая была ситуация. Где вы заключили ошибку. Как не стоит торговать. Это очень важно. Потому что раньше я тоже записывал время. Записывал сколько процентов. Это как бы вот эти вот данные никак мне не помогали. А вот скрины мне реально помогают. И вот сейчас я перейду к своей торговле. Сделаю анализ над ошибками. И покажу, как помогают скрины. Так что я надеюсь, вы все для себя поняли, усвоили. Берете торговлю Андрея. Корректируйте ее под себя. И применяйте. И зарабатывайте. Вот и все. Если вы хотите стабильно зарабатывать. Теперь переходим к моей торговле. Переходим к моим сделкам. Итак, еще раз вам напомню мой риск менеджмент. Это две сделки в день. У меня в день одна торговая сессия. И это две сделки в день. 22-й две сделки. 21-й две сделки. 20-й две сделки. 19-й две сделки. Я уже устал считать возврат за сделку. Поэтому я заключил вот три сделки. Потому что очень часто дают возвраты. 16-й две сделки. 17-й, 18-й выходные я пропускаю. Именно на этом счете. Я ввел для себя такое правило, что в выходные я торговать не буду. Теперь я хотел бы проанализировать вот эти вот убыточные сделки. Почему эти сделки у меня зашли в минус. Переходим к моему дневнику. 22-й видите. Два скрина, две сделки. 21-й. Два скрина, две сделки. 20-я. Давайте начнем с этого сигнала. Здесь смотрите. Каждая точка ниже предыдущей. И уровень поддержки у нас пробит. Я рассчитывал на откат. Такая, да, спорная ситуация. Следующий сигнал 19-го числа. Опять же непонятный сигнал. У меня, вы знаете, строго горизонтальный скальпинг. Я торгую по горизонтальному скальпингу. Где здесь горизонтальный скальпинг? Мне не захотелось ждать хорошей ситуации. И я зашел как попало. Вот, видите, зашел как попало и словил ошибку. Была восходящая тенденция. И я надеялся, что на нисходящей тенденции я зайду. И сделочка у меня зайдет в плюс. Зайду на понижение. Но не тут-то было. Цена развернулась и пошла на повышение. Опять же, не следовал своей стратегии. Не повторяйте мои ошибки. Вернее, повторяйте мои ошибки. Потому что нужно учиться только на своих ошибках. Потому что на чужих ошибках вы никогда не научитесь. Потому что у вас не будет опыта. У вас будет просто наблюдение. А вот если вы сольете не один депозит, вы так больше делать не будете. Следующий сигнал 19 числа. Какой здесь скальпинг? Непонятный здесь скальпинг. Я надеялся, что после резкого выстрела произойдет откат. Но отката не случилось. И сделка у меня заходит в минус. Опять же, не придерживаюсь своей стратегии. И получаю убыточные сделки. Следующий сигнал. И у нас шикарный горизонтальный скальпинг. Сигнал 20 числа. Смотрите, какой шикарный здесь уровень поддержки. И здесь все отлично. Сделка, понятное дело, заходит в плюс. Вот это мои ситуации. Они работают для меня лучше всего. Следующий сигнал. Это же валютная пара. Я дождался максимально выгодной позиции. И зашел на понижение. Вот здесь сейчас меня слушайте очень внимательно. Я здесь смотрел на ширину вот этих вот гор. Вот здесь ширина была недостаточной. Потому что вот здесь уже такая ситуация повторялась. Вот если я здесь бы зашел, например, на минуту вниз, я был бы в минусе. Также и здесь. Если бы я здесь зашел на минуту вниз, я был бы в минусе. Здесь либо мне нужно заходить на 2-3 минуты на понижение, либо дождаться ширины нужной мне, да, чтобы ситуация вот эта вот как можно лучше напоминала вот эту предыдущую. И чтобы точка была чем выше. И тогда я уже зашел на понижение. И здесь шикарный горизонтальный скальпинг. Две сделки у меня заходят в плюс. Следующая ситуация. 21 число. Шикарный горизонтальный скальпинг. Смотрите на пики. Смотрите на просадки. Великолепный уровень поддержки. Смотрите, да, в какой я точке зашел. Алим даже не показал это на графике. Таймфрейм у меня час. Я анализирую на часовом отрезке. Вот здесь, видите, 12-18. 6 минут вот этот вот отрезок. Это просто идеально для минутки. И я здесь зашел. Опять же, на одной валютной паре заключил 2 сделки, потому что просто сразу же появилась великолепная ситуация. График резко, цена, вернее, резко выстрелила. И я сразу же заключаю сделку на понижение. Не нужно здесь дожидаться разворота, потому что я смотрю на предыдущие ситуации. Какие здесь резкие пики. Видите, здесь нет разворота. И какая ширина. Вот здесь мне можно заходить сразу же на понижение, потому что ширина позволяет. То есть все это на опыте. Вы просто наблюдайте за тем, как вел тебя график до. И здесь от просадки, понятное дело, шикарный плюс. И от пика тоже шикарный плюс. Моя стратегия. Только я отхожу от своей стратегии, я получаю минус. Следующая сделка 22-го числа. Опять же, мой горизонтальный скальпинг. В этих ситуациях я разбираюсь лучше всего. Отличный пик. Я смотрю предыдущие ситуации. От этих пиков бы на минутку у меня тоже сделки бы зашли в плюс. Все шикарно. Захожу и получаю плюс. А вот в следующем сигнале я получаю, видите, минус. Опять же, цена подошла к шикарному уровню сопротивления. Я рассчитывал на откат. Но произошел пробой, и я получаю минус. Но что мы можем здесь заметить? Смотрите. Чему я вас учил? Каждая точка выше предыдущей. Видите? Если цена с каждым разом все ближе и ближе к уровню сопротивления, значит, высока вероятность пробоя. Это и произошло. Вот. Вроде бы был откат, но смотрите, эта точка на таком же уровне, как и предыдущая. Она не ниже. То есть с каждым разом вот эти вот точки были выше предыдущих. И случился пробой. Здесь я поспешил, думал, а мало ли вдруг произойдет откат. Не хотел уже искать других ситуаций. Он, в принципе, и произошел, да? Но минутки мне здесь не хватило. И сделка заходит в минус. То есть если выбирать ситуации строго по вашей стратегии, если их фильтровать, то есть очень много уделять этому времени. У вас, блин, 90% будет заходить в плюс. А чем меньше, понятное дело, времени вы будете тратить на поиск сигналов, тем, конечно же, будут хуже результаты. Так что, ребята, торговый дневник мы ведем обязательно и анализируем прибыльные и убыточные сделки. Вот здесь, кстати, да? Смотрите, какой шикарный скальпинг. Переходим в вывод средств. Операции. Не забываем выводить деньги. Заработаем, выводим, заработаем, выводим. Я это уже объяснял, что я буду теперь всегда показывать свой вывод, показывать свой счет, чтобы вы выводили деньги. Буду все показывать на своем примере. Почему у меня депозит 10 тысяч рублей? Потому что у 80% моей аудитории депозиты до 10 тысяч. Теперь я буду вам показывать на приземленных деньгах. Если вы хотите посмотреть, как трейдеры херачат миллионы, вы знаете эти каналы, идите туда. У меня будет строго правильная торговля, у меня риск менеджмент, мани менеджмент. У меня будет все для того, чтобы стабильно зарабатывать. Ну что же, я думаю, это видео получилось очень полезным. Вы знаете, что я все свои видео стараюсь для вас сделать максимально полезными. Кому интересно, добро пожаловать в мою бесплатную группу по заработку и обучению. Первая ссылка в описании.